И теперь обо всем подробнее. Тысячам жителей Иркутского района сегодня придется пересмотреть свой семейный бюджет. Ведь абсолютно во всех муниципальных детских садах повысилась плата за питание. Причем не на 10-20%, а сразу на все 50%. Как такое возможно и с чем связано увеличение цены, разбиралась наша съемочная группа. Это вас беспокоит в деревне Иркутского района. Мы звоним вам по поводу повышения родительской платы. Сельская местность, где нет работ, повышают вообще на 50% родительскую плату. Ну что я вам могу сказать? Было постановление, мэр подписал. Решение мэра Иркутского района уже произвело эффект разорвавшейся бомбы. Осколками задела и жительницу Грановщины Светлану Швареву. Ее сын ходит в подготовительную группу детского сада. Еще в сентябре женщина платила за его питание 2200 рублей в месяц. С октября эта услуга возросла сразу на 1100 рублей. Деваться Светлане некуда. На следующий год сын уже идет в школу. А вот другим родителям, возможно, придется искать иной выход из ситуации. Кроме нас в Иркутском районе, то есть деревень, в которых и так недостаточно средств. Просто сейчас все родители, я думаю, меня поддержат. И у всех единое мнение, что этим самым они хотят освободить места в детских садах. Удар по карману ощутят все родители Иркутского района, чьи дети ходят в муниципальные сады. На другом берегу Ангары, в селе Максимовщина, ситуация аналогичная. Это при том, что само учреждение переполнено, а персонала не хватает. На каждую группу приходится один воспитатель и одна нянечка. На вопрос, куда уходят деньги за питание, у людей свой ответ. Можно сказать, что мы полностью его содержим. Кстати, мне в департаменте сказал, что деньги выделяются на хознужды, на что-то там еще. А мы, родители, нас здесь больше 170 человек ходят, мы сдаем на канцелярию, на хознужды, на что-то мы еще сдаем. В общем, можно сказать, что мы садик содержим этот. Еще такая оплата родительская. Конечно, это возмущение. Возмущаются и товаропроизводители Иркутской области, у которых закупается набор продуктов питания. Цена на него не увеличивалась уже несколько лет. Теперь сделать это придется. Ежегодно из бюджета выделяются около полумиллиарда рублей на зарплаты сотрудникам детсадов. Еще около 300 миллионов уходят на содержание дошкольных учреждений. Взять на себя расходы на питание казна Иркутского района уже не в силах. Нам подняли цены, и в связи с тем, что нам необходимо соответствовать меню, нам просто фактически пришлось эту ситуацию индексировать. Мы сами прекрасно понимаем, повысился НДС, повысились цены на бензин. Но спускать ситуацию на тормозах люди не намерены. Родители планируют написать коллективное обращение в разные инстанции. Так что к этой теме мы еще обязательно вернемся. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова